Так как воды нет, вот еще раз, ну вот так вот руки моем. Вот вся гигиена у нас на сегодняшний день. 21 век, вот такая у нас ситуация. Уже 14 дней источник воды для жителей этого дома, а если быть точнее, третьего подъезда – магазин. Несколько раз в день люди ходят за пятилитровыми бутылями, чтобы хотя бы сварить еду и выпить горячую кружку чая. Еще в более суровых условиях существуют жители цокольного этажа. И вот все течет вот это вот на дорогу, пахнет все это, окно открываешь, пахнет, закрываешь, тоже пахнет. Причина – канализация пришла в негодность. По словам жильцов, это ожидаемо, так как ее не ремонтировали более 30 лет. И сейчас это делать никто не спешит. Единственное – аварийная служба почистила люки вокруг дома, а сантехники перекрыли воду, чтобы фекалии полностью не затопили цоколь. У меня в квартире просто хуже, чем в общественном туалете пахнет, потому что они разобрали этот люк, крышку, и там фекалии прям лежат, вот полметра от моего пола. Это жить невозможно, я задыхаюсь там просто. Со слов жильцов, несколько дней назад под их окнами собрались представители водоканала, ЖЭУ и управляющей компании 71-го микрорайона. Водоканал заявил, что их труба целая, и они копать не будут. То есть ответственность легла на управляющую компанию. И даже я когда с управляющей компанией разговаривал с женщиной, я говорю, вы знаете, ну нам придется писать прокуратуру. А они говорят, ну и что, что вы напишите прокуратуру, что у вас вода появится. Вот так они разговаривают, и так они себя ведут. Тем временем вода вытекает не из кранов, а из-под дома. И эта проблема, поясняет Дмитрий, возникает каждый раз, когда коммунальные службы промывают систему отопления. По фасаду видно, что он разрушается. Это огромная проблема. То, что управляющая компания и ЖЭУ не принимают никакие меры по устранению данного, приведет к тому, что дом будет аварийный. Мы страдаем, и люди, обыкновенные люди, мы страдаем от того, что происходит. И то, что без действия этих руководителей, и никто ничего не делает, хотя бы пришли нам, что-нибудь объяснили. Но так как никто не приходит, за объяснениями жители сами поехали в управляющую компанию 71-го микрорайона. У генерального директора как раз был приемный день. Мы, конечно, извиняемся, что приехали без очереди. Единя Кузнецова с ним вздевал. По нашей программе. Вот мы хотели сейчас, что вы нам скажете по этому поводу. Что мы вам скажем? Мы не помыться, не в туалет сходить. Ситуация есть на доме такая. То есть сегодня мы договариваемся с городской канализацией по поводу предоставления экскаватора. Да, то есть я думаю, что сегодня вопрос будет решен. В смысле на воду дать? Да. Ну то есть... Вы не можете дать воду, потому что топят меня. Я в курсе, что мы не можем дать воду, потому что нужно заменить трубу. По договору, подписанному нами и водоканалом, получается о том, что наша граница ответственности – это внешняя стена дома. Да? Вот. Вот. Бороканализация ссылается на то, что все-таки выпуск канализации от дома до колодца – этот наш. Да, то есть мы сейчас тогда пробуем с ним найти компромисс, что давайте тогда совместно. План компромисса такой – водоканал пригоняет экскаватор и раскапывает зону конфликта. Далее управляющая компания меняет злосчастную трубу, и тогда появится долгожданная вода. Со слов генерального директора, работы займут максимум 2-3 часа. Если сегодня ничего не будет, мы начинаем дальше продолжать во все инстанции стучать. В жилищную инспекцию. Да, мы передавшим вас. Конечно, в Роспотребнадзор, чтобы вы посмотрели. Да, обязательно. В туалет сходили в конце концов. К слову, в половине шестого нам вновь позвонили жители адмирала Кузнецова, 72, и сообщили, что ситуация не изменилась. Алина Черненко, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.